Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я живу в Израиле уже 23 года. И когда-то в своей молодости я закончила Народный университет искусств в Москве. Я работала всю жизнь художником-модельером и в Таджикистане и в Израиле. Я очень любила свою работу, но все-таки это была работа, хотя и творческая. И только после 35 лет я начала заниматься творчеством по-настоящему. Наконец-то пришло мое время реализовать мечты. Ведь они наполняют сознание каждого человека. Это воздух, который мы вдыхаем. Это жизненные соки, которые питают наше воображение. И с самого детства я была мечтательницей. Всегда витала в облаках. И старалась увидеть что-то необыкновенное и волшебное в самых простых вещах. В камнях, в сухих деревьях, в листьях, сломанной бижутерии, отживших свой век в фрагментах электрических приборов и машин. Каждый из этих элементов меня вдохновляли и по цвету, и по форме, и по структуре. И я пыталась рассказать историю тем языком, который мне был доступен. И вот однажды, в один прекрасный день, я накупила кучу красок, холстов, кистей, медиумов, лаков. И ураган творчества меня просто захлестнул. Мне так просто хотелось накопившиеся за все годы мечты, идеи, эмоции выплеснуть на холст, что это меня так захватило. И я создала несколько серий работ в акриле, в аквареле, в скульптурных картинах. У меня состоялось много выставок в Израиле. Некоторые картины были выставлены в Музее искусств Иерусалима и в Музее танков Израиля, а также проходили выставки и в Тель-Авиве, и в Бершеве. Сталкиваясь с самыми разными гранями мира – это любовь, вера, великолепие природы, красота женщины – я снова и снова погружалась в свои мечты, и, воплощая их в материальном мире, старалась соединить эти два противоположных начала. С одной стороны, грандиозность мироздания и очарабательную простоту окружающих нас вещей. Так я начала свою серию картин «Мечты» с использованием эпоксидной смолы. Работа с эпоксидной смолой поистине – это завораживающее действие. Это какая-то магия, и действительно, получаются живые картины. На самом деле, я не видела ни одного равнодушного человека. Одно огорчает. Очень сложно передать через фотографию всю красоту переливов красок, их глубину, этот мерцающий, сумасшедший, завораживающий блеск. Каждый художник знает, что творческий процесс всегда требует каких-то решений. И вот на каком-то этапе я попробовала рисовать на эпоксе акрилом и снова заливать слой за слоем. А чтобы вдохнуть в картины жизнь, я стала вплетать полюбившиеся мне фрагменты в ткань рисунка. И таким образом создавать объем при помощи волшебной эпоксе. В последнее время во всем мире стоит острый вопрос экологии и климата, космоса и будущего человечества в целом. Именно из этой темы родилась идея картины для презентации. Так как действительно космос – это необъятное поле для фантазий. Я представляю картину о мечтающей девушке-роботе, смотрящей в бездну Вселенной. В этот бесконечный мир, в котором разворачивается все видимое и невидимое, и даже трудно представляемые для нас события, как, например, встреча с другими цивилизациями. Моя картина так и называется – встреча двух миров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok